Доброе утро, друзья! И снова я, и снова на канале, и снова о том, о чем говорить мне очень не хочется. Но я решил все-таки еще раз записать еще одно видео для специально таких индивидуумов, которые мне там в прошлом видео комментарии оставили. Это какой-то странник Беловодья, человек без имени. Вот так он себя назвал. И Замира Гульмамедова. То есть меня там и шайтаном лживым обозвали, и это, ну, я понимаю, что такие люди есть, и таких людей немало. Немало. То есть, ну, хорошо, это у них, это их мнение, это их жизнь, пусть живут с этим, ради бога, на здоровье. Я просто хочу им немножко напомнить, кого они поддерживают, и что вообще они по этому поводу думают, мне самому интересно. Вот скажите мне, Замира и странник, кто такие палестинцы? Вы знаете, кто такие палестинцы? Кроме того, что вам постоянно в уши долбят все-то угнетаемый народ, евреи их угнетают, забрали их в землю. Это все чушь, найдете факты, скажете. Ну, пока просто скажите мне, кто такие палестинцы? Откуда они взялись, вы знаете вообще? Не знаете? Вы даже не поймете, наверное, да не то, что не поймете, вы, скорее всего, не знаете, что такое Палестина, откуда взялось название Палестины. Я вам сейчас вставлю флаг государства Палестина 39-го года. Посмотрите и удивитесь. Флаг Палестины 39-го года. А еще, чтобы вы немножко вообще поняли, скажите мне, как вы относитесь к Гитлеру? К Гитлеру и нацизму? Ну, я жду. Мне интересно. В комментариях напишите, кто для вас Гитлер и его вот это все, что он делал. Нацизм. Я уже не говорю о том, что он уничтожил 6 миллионов евреев. Кроме евреев он уничтожил миллионы других людей, других национальностей. Как вы к этому относитесь? Мне вот просто интересно. А вы в курсе, что корень всего этого, того, что происходит сейчас в Израиле, и с арабами, которые живут на территории Израиля, которые когда-то назывались не палестинцами, а палестинскими арабами. И большинство из них было, те, кто живут на так называемом западном берегу, они иорданцы, а те, кто живут в секторе Газа, они из Египта, представляете? Вот так вот. Никаких палестинцев никогда в жизни не было. Палестинцев придумали в 67-м году. Ну то, что палестинцев придумали в 67-м году, это плавает на поверхности, в сети. То есть даже искать сильно не надо. А если кто-то заморочится и будет искать, то никогда в жизни не найдет ни одного какого-то арабского палестинского названия в истории этой страны. Ну это ладно, это все чепуха. Я хочу вернуться все-таки к Гитлеру. Как вы относитесь к Гитлеру? Мне просто интересно, уважаете ли вы его, любите, он вам как-то родной, так же как и палестинцы, я не знаю. Потому что корни всего, что сейчас происходит, повторюсь еще раз, лежат там, в середине 20-го века. Когда иерусалимский муфтий Амин Эль-Хусейни посетил Берлин, встретился с Гитлером. Они обсудили общие планы по созданию арабского легиона СС, подготовки, восстания против британского мандата в Иерусалиме и подмандатной Палестине. И уничтожение еврейского населения. Вот так. То есть Гитлер вдохновил муфтия, у которого уже были свои какие-то планы. И они пришли к какому-то общему выводу, подружились, им понравилось, у них общие идеи. Вот такие два друга. А вы сейчас поддерживаете то, что этот муфтий заложил тогда еще, во весь этот конфликт. Весь этот конфликт растет оттуда. Там, где этот муфтий придумал всякую чушь и вдохновил своих головорезов, которые легион СС создавали. Да, кстати, обратите внимание, очень уж эти палестинцы, мирные, борцы за свободу, любят использовать нацистскую свастику. Ну прям очень любят. Вот эта фотография в деревне Хавара, в палестинской деревне Хавара, под Иерусалимом, где мирные палестинцы постоянно любят совершать теракты. Постоянно. Причем свастику рисуют они рядом со своим флагом. Вот так. Так что, ребята, поддерживая палестинца, вы поддерживаете и продолжаете идеи Гитлера. Удачи вам, неонацистики. Как вам такое, Илон Маск? То есть Илон Маск здесь в принципе ни при чем, но вы странник из-за мира. Ну, опять лживый шайтан. Да, 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 лживый шайтан. Вы, скорее всего, просто не умеете в интернете искать информацию, но это ладно, это бывает. Так что вот так. Еще раз посмотрите на флаг Палестины 1939 года, когда тут никакого Израиля еще не было. То есть не было государства Израиля, а была Палестина. Вот так. Все, всем удачи, всем мира.